Девушки отдыхают Сейчас мы тут направимся Так, не держите меня Как это не, как это не, как это не вышло? Сейчас, минутку подождите Давайте рассказывайте, кто вы, откуда, зачем Я вам сегодня набирал Может быть, напомните, что о вас сказано там было Где было сказано Где вы мне набирали, говорите Вот здесь, в скайпе О себе-то ничего, я не знаю о вас Кто вы, откуда, как А, вы за памятник, уже не помните, да? Мне надо обязательно даже напомнить, что это именно вы У меня за день сколько вас приходит-то? Я на работе был, я еще на работе был Я понял, вы где живете-то? Целиноград, знаете такой город? Выйди, выйди из комнаты С комнаты выйди, я тебе говорю Ну-ка, бегом Я сказал, бегом Сейчас, секунду, у меня тут дети балуются Я что сказал? Алло Да Вы в Иркутской области? Нет, ни в коем случае Город Целиноград Целиноград, знаете такое? Ну, Целиноград, это какая область? Это республика Казахстан нынешняя Это бывшая... Это Казахстанайская область, наверное? Нет, это Акмолинский район Акмолинский район Они в этом дело Я вас слушаю У нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Пишите, пишите, пишите Я не... Выставляется в интернет, вы не против? Нет, нет Хорошо, я слушаю, пожалуйста Вот я как-то вот... Ролик, ваш ролик Мне вот интересно Вы вот верующие люди, да? Вот вы А какой вы веры? Как это? Что у вас? Православные, мы не сектанты, не баптисты Не сектанты, не баптисты Вы в нашем ролике могли увидеть Две недели назад у нас Моему брату, протеерию отцу Акима 40 лет его служения И у нас служил местный алтайский митрополит Московского патриархата Митрополит Сергий Иванников Так, все это я понял В интернете стоит Я посмотрю этот ролик Мне интересно Так, это православные, значит Так, угу Вот вы говорите Вот бороду Чего мужчина должен иметь бороду У меня вопрос вот такой вот Как это влияет на спасение? Вот такой вопрос Как это влияет? Видите, мы начинаем рассуждать А рассуждать-то не надо Как? Нам не говорится Мы знаем только, что У Якова была дочь Дина И она полюбопытно восходила А там ее княжеский сын изнасиловал Снасильничал И написано Она была обесчещена Запомните Ну, потеряла, как говорится, девственность Обесчещена И это обошлось городу Вырезали весь город, братья А когда умер сам нас В другой момент Она была обесчещена Запомните это слово А в Библии Ни одно слово, ни одной буквы Зря не пропускаете Говорит Анна Златоуст Там глубочайший смысл заложен И когда Давид послал специальную комиссию Там посочувствовать Что царь умер А там молодые ребята Молодому царю говорят Это пришли сагнидаты Шпионы Подсмотреть И он взял и полбороды Отбрил каждому, который пришел Полбороды и одежду отрезал Когда царю и пророку Давиду Сообщили об этом А как это влияет на спасение? Он не стал рассуждать Они осквернены Написано Они были очень обесчещены Девушку изнасиловали обесчещена А это очень То есть Скобление себя Это хуже изнасилования Первое Все Они сидите Сидите в город Иерихон Проклятый город Ждите пока отрастут бороды И тогда придете в Иерусалим А мы идем в небесный Иерусалим Вопрос понятен На земном Им делать нечего А в небесный так Христос с бородой Пророки все с бородами Все это я знал Я дам Ну пусть будет так Допустим Вот я допускаю вот так Берем человека Сейчас в современной России Очень много таких С бородой Но абсолютно Нет Я не говорю даже верующий человек Абсолютно безнравственный Абсолютно Занимается блудом Совращает к употреблению наркотиком Человек с бородой Все Борода Все есть у него Как полагается Не прикасается Как вот это вот Допустим Я не смотрю что неверующий Он может корону царя На голову налепить Это совершенно не годится Вы спросили как Я вам ответил Вы начинаете доказывать Я сказал Я ни в коем случае не доказывал Бритье блудодейная ересь Просто по вакууму говорит Это две мамы в доме Но это ж не Это комики Гомики этого хотят Я еще раз говорю Абсолютно все иконы везде Безбородых нету Это Бог дал мужчине бороду Вы почему Ну зарядите оборудование Сейчас недавно были исследования Они где-то в НАТО НАТО И специальный отряд И на 4 группы разбили Две там морские пехоты По 25 с бородой без бороды С бородой без бороды Ну и они там Где-то были в Сирии или где Что интересно Борода-то все вернулись целые Оружие всегда нормальное Это теперь они Теперь дают совет А у тех все заклинило Убили там Чтобы те Которые едут туда Все были с бородами Они не о бороде речь ведут А о спасении людей Это уже доказано Не мерзнет Да в первую очередь Спокойся Тебе не надо скоблить там каждый день Зачем? Кому ты хочешь угодить? Это мир Написано Кто любит мир В том нет любви отчей Дружба, смерть Нет Вражда против Бога Я вам ответил А на эту тему закрыто Все Другого не приняли? Я вам скину материал о бродобритии Когда поговорим Но почему я не принял? Почему вы принимаете решение? Я Я Вы говорите А вот неверующий с бородой По бороде-то говорит кто? Пан? А по делам По бороде смотреть Он пан Пан Хороший Высокий А по делам Хам Хорошая была Борода была Емельяна Пугачева Хорошая А сколько он казнил? Ну вот Видите как бывает Я вам просто скажу Фридрих Энгельс Посмотрите портрет У него даже не видно где рот У Карла Мэрса Маленько поменьше У Ульянова Все правильно У Ульянова клинышка У Сталина одни усы А у Хрещевой На голове уже нету И они друг за другом так идут Все правильно Все правильно Все Эту вопрос оставляем Все я понял У нас бородатый В церкви он будет с соглашенными стоять С кем будет стоять? С соглашенными Которые готовятся к окрещению И к окрещению у нас таких не допускают Пока борода не отрастет Я когда вернулся Когда я вернулся из заключения А там то меня насильно брили В лагере то И я вернулся домой Я в церковь не ходил Как оскверненный Пока не отросла борода Ко мне на дом Священники приезжали Все я понял Надо серьезно смотреть на это Второй вопрос у меня есть Сколько вы были в заключении В вузах? В вузах Смотрите Мою биографию Не надо Я вам ресурсы Послушайте Я вам ресурсы скину И запомните на сайте Если вы зайдете Там выставлены мои книги Которые вышли 41 книга И одна из них называется Для слова божия нет уст Там моя биография Где я был Все абсолютно Это 752 страницы Я вам скину Так еще раз Как книга называется? Называется для слова божия нет уст На сайте Не на форуме На сайте Не в ютубе На сайте Я зашел на этот сайт Называется Что о нас писали здесь За рубежом Как я веду занятия В университетах В разных Веду радиопередачи И в увидите На воинском билете Я уже с бородою 61 год В то время там свирепствовал Кто? Хрущев И однако Я вернулся с бородой Не Я насчет бороды Вопрос закрыт А вы выбросите сегодня же Чтобы не пустословить Сегодня бритву выбросите из дому И будет видно Что я бросил курить А сам пошел Окурки собирает Один раз сказал Да Я не курю Нет Я вам пример даю Говорится Да Значит да Выполню Понял это Нет Значит нет бритви А что сверх того То от лукавого Вот и все Слова Христа Я знаю Пришел к убеждению Я на вас трачу время Сказал И скину еще материал о бороде Только вы прочитайте Я хорошо прочитаю Хорошо Слушай Так Мне надо срочно Выехать по Теряевку По Теряевку Посетить ваше Так сказать А зачем это нужно? Ну а как нет? Почему нет? Ну вот Я спрашиваю Зачем вам это нужно? Для духовного просвещения Почему Никакого просвещения Там нет Там работают А у вас работают Ну я хороший Я доволен Там работают Если вы скажете Я приеду на место Работать Тогда мы возьмем А просто болтаться По деревне Неизвестного человека Нам зачем бедут Наживать? Ну разве я сказал Что же я без дела? Я всегда Я сегодня Я сегодня У нас суббота Суббота Я сегодня работал Сегодня вот пришел У нас еще вот световой лень Видите да? Что в окошке свет горит? Еще вот 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 Оно До трех часов У нас работают Обязательно Я работаю Вы меня видели Я на работе Я вам звонил Сегодня с Казахстана У меня в руке На работе я вас не видел Вы сидели Какую-то там в руках Вещь держали Это не вещь Это модель Я делаю зубы Зубы Кисточкой Из керамики Делаю зубы Зубы И людям Ставлю в рот Я сказал Что если к нам люди Желают приехать Допустим На крещение Мы их узнаем Проверяем Они высылают Паспортные данные Тогда уже мы говорим Где нужно Встречаем Даем маршрутку Они приезжают А крещение 7 июля А просто так Я приеду За зиму Уже тысяча человек Приехало бы Один какой-то поехал Говорят к нам шел А куда идти-то? Станции никакой нету И слез одна степь И он по линии пошел И пояс его зарезал Другой какой-то Не спрашивал Поехал И в пустах Замерзшего нашли Нам зачем Эта беда нужна? А уже были Жертвы были Без разрешения Приезжали Трупы одни Попирали весной Нам зачем? У нас в пустах Написано Чтобы Я без разрешения Не собираюсь Я Мне просто Вот мне надо Срочно Посетить потеряем Понимаете? Если Нету Это не 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 решается Если бы вы Приехали Сказали летом На месяц полтора Поработать Тогда бы можно было Договариваться А зачем нам это? Приехал на день человек И У нас работа Ну так лето Еще весна не наступило Еще же весна не наступило А вы говорите За лето Вообще туда Ход закрытый Нету Наши на снегах Едут В противоположном направлении Там машины ставят В деревне Оттуда выезжают На трассу Каждую неделю Везут молочные продукты А посторонний человек Он сойдет Куда? Он не знает С какой стороны Следа ни одного нету Степь Никаких Странений Ничего там нету Я в Барнауле сейчас От Барнаула 156 километров Видите? Я в степи живу Вот видите? Вот посмотрите Вы можете увидеть? Я вижу Я живу Я родился здесь В глухой степи У нас здесь Очень большие степи Так что Как идти? Вот что Идешь в одну сторону Одно и то же Туда одно и то же Ориентироваться в степи Я умею Вот у нас степь У нас дома стоят Далеко от города Я от города Далеко живу У нас Ну С Украины Один приехал А мы не знали И он Ладно он турист Он с палаткой все И пошел в обратном направлении Только на третий день дошел А идти всего 4 километра было А он в другом конце района оказался Ночевал на складах где-то На складах ночевал? Да Дорога Но у него Пустые склады попались Он в них ночевал Дождь захватил Ну а они С Украины Они беженцы Вы можете понять Беженцы Они идут Беженцы Он в Донбассе живет Не беженцы? Не беженцы Он юрист Он приехал в гости В гости Данил который Данил у вас Который в эти Вроде Данил Нет конечно Никакого Данила Не было оттуда Какой Данила? А который у вас Тоже он с бородой Молодой Которого вы постоянно Так сказать Воспитываете А Никита Я прошу прощения Я ошибся именем Данил и Никита У меня Почему-то иногда Я путаю эти имена Никита Так еще что У вас какие вопросы? Ну вот я Никита же Он у вас присутствует Он приезжает Он уехал На Украину Вернулся Его нет Ну он Периодически Смотрю Приезжает Я ролик Один раз уехал Не периодически Один раз Пять лет пробыл Ему сейчас Исполнилось Тридцать лет Его в армию не возьмут Он вернулся обратно А все Понял Он Он боялся Армии Я не могу сказать Но получается так Все понятно Он русских не убивал Русских не надо Не надо убивать Мне 32 года Завтра будет Ровно 32 Мне 32 года А мне сколько? Мне сколько? А вы А я Вы в роликах Говорили Вы в роликах Говорили Ну вы очень хорошо Выглядите Это потому что Вы находитесь В это Постоянной трезвости Не употребляете сигареты Живете на На свежем воздухе И питания Внутренний мир Когда все у тебя Гармония Там Совсем ты согласен Богу не противоречишь Для меня опасности Никаких нету Нету Я доверю Богу Я знаю Это от Бога И все Все я понял Понял Вы в интернете Если бы посмотрели Сколько обо мне рассуждает Более счастливого человека Говорит не встречали Я спрашиваю Там Однажды сидят генералы Это знакомые Я говорю А почему вы так считаете Вы делаете то что вам нравится Я люблю дело Я вот 45 лет Начали детского лагеря Сам образовал Православный Единственный В стране был 45 лет Без помощи государства Тысячи детей подняли Тысячи детей Детей Вот у вас дети находятся А дети Это родители Каких родителей Это алкоголики Какие пожелает Местные были С Казахстана С Киргизии То есть Приезжали даже с детьми Там с Москвы С Санкт-Петербурга До Дальнего Востока У нас Различных делали Это баптисты Там католики Мусульмане Мы не разделяем Какой национальность Цыгане Евреи Казахи У нас Один Единый А уже осень Все одинаково Молятся по православному Мы их не заставляем Они сами увидели Эту красоту По православному И последний вопрос Это последний у меня Третий вопрос Игнатий Вот смотрите Вы идете За небесным Иерусалимом Я так правильно Вы же сами говорили Да? Вот все Вот вы говорите Когда вы придете К Господу уже Вы как думаете Там будет Бог Который принимает Только православных Или всех Вот Ну как бы Там есть деление Вообще Это в вашем Чисто представление В вашем Есть ли там деление Православные Вот Или есть другие Как-то Ну Вы как представляете Что вы пойдете Православный рай Или как Вот Ну Мне это непонятно Когда вы говорите Надо понять Грани вашей понятливости А вы как думаете Места писали В Библии что-нибудь Есть про это В Библии Если в Библии Ничего не рассуждено В моем понимании Все Есть Нету Православных Католиков Лично Есть дети Божьи Есть дети Божьи Которые Приняли Иисуса Христа Это все Рассуждения Слушайте внимательно Я понял так Если бы вы Православные Вы так не рассуждали Дело в том Что Христос Придет за церковью Прямо написано В откровении Он придет Только за православное Только за православное Нет Там не написано Православное Не написано Я говорю За церковью Не добавляйте их моим словам Придет за церковью А вне церкви Которая Про них нет слова Вне церкви Это люди Ко Христу Не имеют отношения Христос Глава Тело церковь Колоссиным 1.18 Нам выдумали Ну понятно А какая церковь Какая Теперь какая Слово какая Отпадает Она одна Одно тело у Христа И написано так Одно тело Говорит Я создам церковь И врата Не одолеют ее То есть она одна От первоапостольских времен А не то Что там Лютер там 1517 образует А кто ему дал право Новую церковь образовывать Это не церковь Баптисты там 1613 Адвентисты 7 дня 1841 А от них дальше И дальше идут Свидетели Иеговы Это что церковь? Церковь там Где есть епископат По рукоположению Идет От апостольских времен Сюда входят что Католики Православные Григорины Армяне Копты и сирийцы Все Больше никто не сохранил За этим все Еретики Придумали название Конфессии Деноминации Это хитрый сатана Закрыл слово Ересь И не надо спрашивать Какой конфессии Деноминации Спросить Какой ты ереси Поставить все на место Слово Еретики Есть А конфессии Православной Нету в Библии этого Мы его не упоминаем Вам неприятен Мой вопрос Я просто Я рассуждаю вам Рассуждение Речь идет Не о православных Православных Может больше всего В аду будет Я говорю Речь о невесте Христовой Невесте Христовой Да Просто Я Во-первых Против православных Ничего не имею Не имею против Не против Одной Из того Что вы перечислили Просто мне интересно Допустим Как Кому вы принадлежите Допустим Вот эти Я понимаю Я скажу Вы просчитайте Сегодня Раз мы уже зашли Число 16 глава Запишите Это Претещи всех Сектантов Которые не в церкви Число 16 глава Самый страшный Грех Быть сектантом Сейчас я Сейчас я Я к ним Не имею Никакого отношения Просто я вам говорю Чисто 16 глава Четвертая книга Моисеева Так Сейчас у меня Я сейчас Я сейчас Запишите Потом посмотрите Ладно Чтобы время не тратить Ну а я запишу Как я запишу Если у меня в руках Ничего нету Как я запишу У вас на столе Должно лежать Ручек 10 И листы бумаги Ну Это у меня не стол Это вот у меня Вот здесь Койка Койка Видите же здесь Ну да Если я отдыхаю Это мое место У меня ничего лишнего Лишнего У вас библия Это протестантская Не православная А как вы определили Да по виду Я только глянул и вижу Ну покажите Свою Это баптистское издание Синодальный перевод Почему Вот 11 книг выбросили 11 книг здесь нету Синодальный Да А не Сейчас Секунду Смотрите сюда На меня гляньте Посмотрите Это что Это что Написано А вот Я вам открываю ее Смотрите Видно Нет Плохо видно Буквы не могу разобрать Не могу разобрать буквы Ну Библия 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 Ну Давайте так Сделаем Игнатий Игнатий Тихонович Правильно Вот так Вот Обвеличать Вот смотрите У вас Какой Это Русский перевод Просто русский перевод Синодальный 1876 года Самый лучший в мире За всю историю Нет То что вы сейчас Показывали У вас У вас Да Православный По благословению Патриарха А По благословению А тут Возьмите Благословение На это Сейчас Секундочку Подождите Не Не Возьмите Ну Не секунду Тогда Здесь Есть Благословение Патриарха Потому что Вот Подождите Не найдете Православная Церковь За 2000 Лет Ни разу Не выпустила Без 11 Книг Это вам Уже Блазнится Но Это Российское Библейское Общество Перевело Это Масоны Масоны Англии Но Российское Библейское Общество Российское Они в Россию Завезли У нас есть Сибирское Библейское Общество Мы им помогали Для перевода Делать Мы не против Но надо Правильно сказать Благословения Патриарха Нету Если он Это сделает Перевод Его сместят С места Почему Потому что Православная 77 книг 85 правило Апостольское Гангст И собор Работает Перечисляет Книги Они Святые Отцы Первых веков Сохранили И дали Канон Евангелий Было около 20 А осталось 4 Почему Кто решил Это Православная Все что Семь сектанты Пользуются Это все Православное Они взяли У них Своего Ничего Нету Кроме Заблуждения Игнать Вне церкви Армяне Число Число Православие Мне Вы не ошиблись Города У меня нету На казахском языке На двух Число Все Все Есть У меня Трудовая Трудовая Книга В течении Двух часов Постарайтесь Сделать Вот эти Снимки Которые Я сказал Первое Напротив Трех Учреждений Я поверю Что в этом Городе Вы находитесь Сегодня Я не Сегодня Я не поеду Я поеду Только Все Отпадает Я живу Живу За городом А в город Военкомат Находится В городе Я не поеду Завтра У меня День рождения Я могу Показать Показать Вам Паспорт Все Испытание Кончилось Больше Его не будет Ушло Потому что В любой Городе Даже Вы живете Где-то Знакомые В вашем Городе Останье Есть Ему Сказать Все Он Пришлет И все Пожалуйста Сейчас Мне Позвонили Сейчас Секунду Алло Кто это Максим Сергеевич Я сейчас Разговариваю По скайпу Я не могу Ответить Не могу Сейчас Сейчас я Перезвоню Я как Закончу Разговор Мам Ты чего Не сказала Что я Разговариваю Ты слышишь Я Я Я Я Сделать Только Смогу В понедельник Можете Понять Понедельник Не надо Только Через Два Часа Это Два Часа В которые Я могу Поверить Что вы В этом Городе Живете Мне Надо Достоверные Данные Вы Можете Делать Теперь Что угодно Теперь Уже Это Не Надо Все Я Вам Выложил Открыл Карты А вас Нету Карты А Карту Какую Карту Бланш Который Я Чистую Дал Карту На Который Вы Дав А Кар Бланш Ну Военкомат Все В городе Я Спросил Вы Можете Сделать Вы Сказали В городе Может А потом Сразу Раз Не Может Нет Что Он Здесь Находится Военкомат Находится В городе Это Надо Понимать Понимать Что Оно Далеко Находится Что Пожалуйста Он У меня Вот Рядом Что Не могу Сделать Все Отпадает Пока Отпадает Ну Вы Можете Я Вам Другое Задание Дам Чтобы Вы Из Города Позвонили И Сказали Я Находу В городе Могу Сделать Фотографии Теперь За полтора Часа Чтобы Сделали Мне Выставили В Более Ускоренном Все Я Понял Другое Другое Я Не Придумываю Это Способ На Расстоянии Узнать Тот ли Человек За кого Выдает Где Он Живет Мне Должна Картина Открыться Вы Можете Еще Я Я Вам Писал В Вконтакте Вы Один раз Ответили Я Вконтакте Не бываю Никогда Это Администрация Иногда Перекинуть Нет Вы Заходите Ко Мне Непосредственно В Мейлру Мой Мейлру Мой Мой Из Контакта Мне Перекидывают Только Я Там Не Бываю У 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 Я Работаю На Своих Ресурсах На Своих Ресурсах Все Понятно Просто Там Ваше Лицо Стоит В Вконтакте Ваше Лицо Больше Ничего Ни Вашего Окружения Никого Ваше Лицо Я думал Что я Общаюсь С вами Я вам Писал В личную Почту Понимаете Набирал Если перекидывали Я на все Отвечаю Вопросы Неотвеченных У меня Нету Вот Если Там Вконтакте Я обязательно Вас найду Напишу Моя фамилия Вы можете Запомнить У меня Очень знаменитая Фамилия Третьяков Третьяков Ну да Александр У нас Общение Есть Третьяков Третьяков Александр Валерьевич Я 87 Года Еще Валерий У вас же Там В Mail.ru Две страницы Вроде Скажите На какую Выйти А вы На Mail.ru Заходили Там как Я с голубем Или просто В шапке стою Нет В Mail.ru Я не выходил Я выходил Вконтакте Там две страницы У меня контрольная страница Голубь 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 В руке С голубем Где Там не надо С голубем Не надо Я и в Mail.ru Говорю А просто Я стою в шапке И вот там Как раз Говорить и надо Кто Копия Всякие случаи Когда бывает Какой-то непорядок Я сразу Перехожу туда У нас А Непорядок Как мы строим Деревню С нуля Какие встречи Какие занятия Наша эта поездка Миссионерская Из Барнаула До Владивостока А потом До Лиссабона Скандиналия И Балтика Это моя мама 650 городов Посетили Да Добрый день Мама Мама моя Хорошо Добрый день Добрый Сейчас я спрошу У нее Что Пожалуйста Перезвони Максим Сергеевич Я сказал Ему перезвоню Я сказал Перезвоню Мам Иди Так Это мама Мама пришла Она пришла Мы Это Квартира у нас большая Здесь Мы живем В одном доме А вот знаете Здесь дети еще Я по-моему Скажу У меня тоже мама была Маму мою без платка Никто не видел никогда Ну Что поделаешь Я же не Не прикажу Я же никак не Стриженых У нас вообще нигде нету Это запрещается У нас естественная красота И когда на наших женщин Видят Приезжали американцы Сразу же Какие красивые у вас женщины Это другое Как они одеты Как идет бракососочетание Невеста Два платка Как в фиджабе сидит Жених С бородой И все сидят за столами Как один У нас очень строгая дисциплина Строгая дисциплина Да Да Очень строгая У нас На улице Даже маленькая девочка Без платка Чтобы не была Без платка Мужчины Все с поясами Казашки так ходят Казашки Я казахам знаю Я печник Я у них печь делал У нас всегда с казахами Хорошие отношения Я сидел когда В лагере Жанатас Джамбульской области Ой там очень хорошие люди Там просто можно Я знаю Это юг Там очень тепло Тепло принимают Там очень хорошие люди Почему Потому что Они очень Ну открыты И готовы делать добро Даже против Советского Союза Они делали что-то против Но лишь бы Как бы человеку Сделать добро Я это точно знаю Да Вот я сидел когда И когда Из тюрьмы-то вышел Тут у меня близкие отношения Были Со следователями Он обратился Крещение принял С начальником тюрьмы И он мне бороду сохранил А там говорит Не знаю Когда приехал А в лагере закон Бороду снять И пришел Там был Как его Фамилия Точнее Баев кажется Фамилия начальника Казах Казах А потом Кудияров Или Кудиринов Как-то вот так Это замполит И он пришел В парикмахерскую И Простынь большую Растелили А я плащу сижу И стриг меня Чеченец А у него руки Дрожат Он говорит А меня Аллах Не накажет Я говорю Ну ты же подневольный Что сделаешь Я бороду собрал У меня она в конверте У меня две бороды сейчас А в конверте В конверте Я собрал ее Когда Замполит стоял рядом Чтобы Все было по-хорошему На меня шли письма Из ООН Там С Японии С Германии Ну там Какие ходатайства И мне на руки не давали А только у него В кабинете считать А он Казах И когда Узнали Что там умер человек Он говорит Что вам сейчас нужно Я говорю Нужно Молиться буду Он меня запер И я там пол дня один был Плакал Молился Считал И все письма Он хранил В сейфе А когда уже Освобождение пришло Мне Помилование Это 210 политзаключенных Одновременно выпустили Горбачевское было 87 год 25 марта И тогда все Мне только отдали Как могли Они старались помочь У меня мнение О мусульманах Которое Самое хорошее А я много ездил Вот Шесть мусульманских республик Турцию прошли Я знаю Где мы молимся Мы расстилаем Палатка армейская И молимся А где-то рядом Работает видно Там с юга люди Они в обиду Никогда не дадут Они очень уважают Молящегося человека У меня Самые хорошие отношения Ну Но вы в Казахстане Встречали хороших людей Хороших людей В Казахстане А наши родители Уехали в Киргизию В Киргизию А мой дед Он материн отец Проезжали Казахи Через этот Тюменцевский район Но Казахи Кто они? Басурмане К ним какое отношение Дверь закрыл Да и пошел вон А дед мой Привечал их Они правда Дед был киржак Другая посуда была Ну все чистая И они у него Останавливались И как-то случилось Дед поехал Зачем он Не знаю В ту сторону И попал на их аул Как они закричали По-своему Как его с телеги Стащили И на руках По всему аулу Это тот человек Про которого мы говорили Который один Только нас принимал А им надо Перевал там делать было Вот как Бог воздает человеку По его плодам Что посеешь Что и пожнешь У меня это Наследственное отношение К мусульманам такое Все что я понял Игнатий Тихович Надо сейчас Прерывать связь В следующий раз Когда Это испытание Да Все